Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, четыре, в сторону назад, вперед, в стол. Окей, четыре сделаем, молодцы. Запоминайте считалочку, значит, в сторону, назад, вперед, назад. Это базовая скороговорка, которая должна быть в голове на этой шаге. Значит, вот вы сделали правый, левый, правый, левый, это половинка шага. Дальше у вас с левой ноги начинается вторая половинка, она симметричная, левая, правая, левая, правая. Что это значит? У вас в середине идет одно и то же движение два раза левой ногой. То есть вот здесь надо просто сосредоточиться на этом моменте. Вы делаете раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Это пока упражнение, это еще не конечный вариант, но вы сделали два раза левой и пошли дальше делать с двух ног. И вы заканчиваете последнее движение на правой. Вот она, ваша правая, осталась наверху. Окей? Поехали. 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 Окей, давайте сейчас чуть-чуть разгрузим мозг немножко и просто попрыгиваем под музыку, чтобы у вас этот момент прыжка не может у вас перестал звучать. Как мы прыгаем вообще в шахтанских танцах? В Хайленде, в Нэшн или вообще в сольных шахтанских танцах техника прыжка у нас такая. Мы прыгаем с помощью коленей. То есть вы танцуете на высоких полупальцах. И когда вы прыгаете, так или иначе что-то должно амортизировать, хоть каким-то местом это надо делать. Мы это делаем коленями. Соответственно, когда вы приземляетесь, они чуть-чуть немножечко сгибаются, ловим ваш вес, вы сохраняете обновесие. Дальше начинается следующая тема. Для того, чтобы сделать прыжок, вы выпрямляете колени, они выталкивают вас к пружине, выпрямляя и попрыгивая. То есть прежде чем прыгнуть, ну, у нас прыгают, вы начинаете музыку, вы готовитесь танцевать, поднимаетесь на полупальца. И в последний момент, перед самым прыжком, вы чуть-чуть сгибаете коленочки, немножечко, просто ослабивая их. И это позволяет вам выпрыгнуть дальше. То есть первое движение у вас идет с согнутых ног. Раз, два, три, четыре. И они все время работают, они постоянно сгибаются и разгибаются. И вот это вот движение, оно все время не существует. Сейчас включу музыку, но с вами вас немножко попрыгнули, пусть с награды. На полупальца. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вниз два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Когда вы приземляетесь, пауза. Когда вы приземляетесь, пяточки рядом, это пока что первая позиция, ничего сложного, просто пяточки рядом. Когда вы летите, в тот момент, пока вы находитесь в отдыхе, ваша задача вытянуть ноги максимально. То есть вот отсюда и до кончика пальцев. Сделать вот эту прямую, как струночка, такую вот ножку. То есть, именно вниз. То есть вы думаете про то, что вы тянетесь ногами в пол. У вас не тягиваются и носочки, и коленочки. Вы пытали вытянуть. Окей? То есть это специальное усилие, на то, чтобы вытянуть обе ноги. Поехали. Пять, шесть, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, стоп. Угу. Примерно почувствовали, в тот момент, когда колени, во время приземления чуть-чуть сгибаются. Угу. Все влаги. Окей. Возвращаемся к первому. И чуть-чуть под музыку просто попрыгаем на одной ноге. То есть то, что вы будете делать во время танца. Одна нога делает движение. Раз, два, три, четыре. Она работает, она выполняет свою такую тему. Вторая нога, в тот момент, просто прыгает. Но у нее своя задача. Во-первых, она держит высокий полу палец. Ни в коем случае не падает на пятку, вот это вот свою, да? Вы как подняли сначала танцы на высокий полу пальчик. Ваша опорта нога продолжает ее держать. И второй момент, то что она ловит ваш вес, она все время публика коленочек. То есть у вас опорта нога, она все время сгибается и разгибается. Вам все время это делает коленкой. Это дает вам возможность сделать ваш большой красивый высокий прыжок. Сейчас включу музыку. Мы прыгаем сначала четыре раза на левой ноге. Четыре раза на правой ноге. Четыре на лево, четыре на право. Просто чтобы распрыгнуться немножко. Мы начнем с левой. Пять, шесть, семь, и раз, два, три, четыре, пять, четыре, пять, пять. Меняем ноги. Раз, два. Поменяем. Поменяем. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, стоп. Хорошо, спасибо. Вот это то, что ваша опорная нога должна делать в танце. Окей? Собираем все вместе. Целиком. Целиком, да? Мы делаем с правой ноги. Тарам, 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 тарам. С левой ноги. Потом еще раз с правой, сейчас с левой. И наоборот. С левой, с правой, с левой, с правой. Поехали. Нет, это тоже пинг. Ну, так как меня еще не будет. Пять, шесть, семь, и раз. Левой. Сторон назад, вперед, назад, сторон назад. Еще раз. Левой. Раз, два. Сторон назад, вперед, назад. Сторон назад, вперед, назад. Раз, два окончили. Хорошо. С этим связанным все освоили, более-менее, нет вопросов ни у кого? Нормально все? Отлично. Значит, чтобы это стало первым шагом, нужно добавить поворот. Значит, как мы делаем поворот? У нас каждая половина шага заканчивается поворотом. То есть, вы делаете четыре кусочка. Вот вы делаете три на месте, лицом в зеркало. И последний четвертый кусочек вы делаете поворотом. Значит, как это делается? Что у нас получается? Одна нога, рабочая, продолжает делать то же самое, как вы и выучили. В сторону, назад, вперед, назад. То есть, ничего не меняется. Опорная нога вас разворачивает на месте. Вы делаете 360 градусов поворот за три прыжка. То есть, вы прям ровно делите. Треть поворот, треть поворот и треть поворот. У вас получается, соответственно, лицом в угол раз, лицом в угол два, лицом в зеркало три. То есть, не раз два три, это два три четыре. Угу. И что у нас с рукой в целом? Первый счет. Лицом в зеркало раз, нога в второй позиции. Второй счет. Мы закрываем третью сзади и отворачиваемся лицом в первый угол. На третий счет переводим рабочую ногу вперед и поворачиваемся в другой угол. И на четвертый счет мы доворачиваемся обратно лицом, немножко у нас сзади. Окей? Теоретически понятно, в голове, ясно? Сейчас попробуем все это разобрать. Значит, сначала договоримся, куда мы крутимся. Если у вас рабочая нога правая, то вы вверх с левым плечом на лево заворачиваете, да? Если у вас рабочая нога левая, то вы заворачиваете направо, правый плечом назад. Это понятно, да? Окей, соответственно, опять же, мы прыгаем на правой ноге, да? Вот на правой, здесь на правой ноге. Окей? Сейчас попробуем вот прыгать сначала только на опорной ноге. Рабочую забыли пока. Ставим все на правую ножку. Левую чуть-чуть поджарить немного. Значит, что вы делаете? Вы делаете один прыжок на месте лицом. Второй прыжок. Все отворачиваются в угол на счет два. Третий, все отворачиваются в другой угол на счет три. И дальше я отворачиваюсь опять в угол. Готовы? Пять, шесть, семь, восемь. В лицо. В угол, в угол, в лицо.